В фильме «Королева сердец» Авторы сценария Умберто Кика Оливьери, Марко Тулио Сокорра Композитор Франциско Кабрухос Операторы Игнасио Гонсалес, Хуан Гонсалес Продюсер Эрнандо Фария Режиссер Тони Родригес Тварь проклятая, она мне заплатит за это Стойте Мне срочно нужно в Соломон С удовольствием, куколка Но только вперёд ногами И что же ты со мной сделаешь, Ромиро? Убьёшь меня? Так стреляй Я жажду крови Ты сама напросилась А теперь мы устроим шествие И пронесём Богоматерь по всему городу Чтобы она сжалилась над нами И простёрла над Соломоном свою благословенную длань Да благословит она город сей И снимет грех с душ наших Помоги нам, Пресвятая Дева Святая Мария, Матерь Божья Утешительница всех страждущих Укажи нам путь в Царствие Небесное Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нам нужно бежать отсюда во что бы то ни стало Помоги мне, прошу тебя Скажи мне, наконец, что случилось? Меня похитили У меня хотели отнять ребёнка Сантьябло Меня держали в заперти Господи, я уже думала, что не выйду оттуда Но скоро они всё поймут Кто поймёт, Марлена? Всё двое Лара и Луиса Елена Они входят в сатанинскую секту Они держали меня в заперти Но я сбежала, Сантьябло Я уже думала, что никогда не выйду оттуда Я ничего не понимаю, Марлена Ты сегодня весь день была здесь Сначала ты была со мной, а потом произнесла речь на митинге Правда, довольно необдуманную Это была не я, Сантьябло Это была другая женщина Всё в порядке? Да Херман Ты жив Сара была права Теперь всё позади Давайте возблагодарим Господа Да Но сначала я должна снять с себя это Сегодня Пресвятая Дева, покровительница Соломона После долгих лет вышла прогуляться по улицам города Надеясь, она услышала наши мольбы И спросит у Иисуса Христа благословение для жителей Соломона Спасибо, Пресвятая Дева Спасибо, Пресвятая Дева Сегодня мне выпала честь Надеть корону на голову Этой прекрасной женщины Достойной представительницы Красавица Соломона Итак, Анита От лица мэрии От лица моей партии И всех жителей Соломона Я возлагаю на тебя Эту корону Королевы красоты Соломона Вот так Браво Посмотри на нее Тебе не кажется, что она слишком спокойна Для человека, совершившего такое преступление Это сделала она И рано или поздно она выдаст себя Симона, я сама организовала этот праздник Ну, честно говоря, я так подавлена Что мне даже из дома не хотелось выходить Я вас понимаю Скажите Вам пока не удалось Помочь Ульете? Нет Мы испробовали все, что могли Но пока Безрезультатно Быть может Что-то прояснится Когда закончится расследование Ветерана или поздно Правда должна восторжествовать Ведь так Конечно, дорогая А вот и ты Аниту уже короновали Извините Я пойду поздравлю ее Конечно Что с тобой, дорогой? У тебя вид, как у побитой собаки В чем дело? Мне только что сообщили ужасную новость Какую? Родители Аниты Что? Попали в аварию на шоссе Что? Ее отец и мать погибли А дело Ну, 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 ну Прошу внимания, господа Пришел час Поднять бокалы За нашего прекрасного губернатора Хоть она и стоит Обнявшись со своим политическим врагом Мэром ПОСО Скоро здесь все изменится Вот увидишь Надеюсь, ты не ограничишься Одними обещаниями, Сантьяго Первая женщина-губернатор Я так рада за тебя, Марлена Марлена А когда должен родиться наследник? Скоро, дорогая Нет, Сантьяго, что ты Она права, а? Дай-ка ее сюда Ну, как ты? Хорошо Ты уверена? Послушай, ты сама хотела развода Так что не вздумай теперь раскаяться Забудь об этом Ты меня поняла? Ну все, тетя, не будем об этом Что ж, теперь, когда один из вас стал губернатором А другой мэром Надеюсь, в пожарной части проблем с водой не будет Обещаю, что у вас будет столько воды, сколько захотите Только чтобы никаких пожаров Это приказ губернатора Хобинал, она еще в себя не пришла А ты уже с просьбами Марлена А что слышно о Кате? С Катей все в порядке Насколько я знаю, они с Херманом счастливы И собираются возвращаться сюда С ней больше ничего такого не было Нет, Сула, она в полном порядке Итак Я хочу поднять бокал За этот успех Как сказала бы Новый мэр Хануко Наша дорогая сеньера Вертудас Которая, к сожалению, не может составить нам компанию Потому что сегодня Хульетти Должны вынести приговор Только бы все это хорошо закончилось Я знаю Хульетти с младенчеством И я уверена, что она не способна сделать ничего плохого Я уверена в этом Я надеюсь, что все будет хорошо Салют Королевы сердец Господин судья, я прошу вас Проявить хоть немного снисхождения к девочке Ознакомьте меня с делом моей дочери А не с этой бумажонкой Проявляйте уважение к суду Зачитайте мне дело моей дочери Приговор по делу таков Хульетта Каролина Вегас Родригес Признана виновной И приговорена К пятнадцати годам тюрьмы О, Боже Не может быть Это же несправедливо Пятнадцать лет Этого не может быть Не плачьте Успокойтесь Это какая-то ошибка Это ошибка Мама Дочка Сеньора Дева Северина Симона Спасибо за то, что вы были сегодня рядом И тебе спасибо, Феда У меня к вам есть одна просьба Мы не бросим тебя, любимая Нет Я хотела сказать, что пусть приговор Несправедлив Но он касается только меня, а не вас И тем более не моего ребенка Который не должен находиться в таком месте, как это Я уверена в этом Что ты хочешь сказать, Хульетта? Я хочу, чтобы вы увезли Ребенка в Соломон Что ты такое говоришь? Я не хочу, чтобы он жил здесь Я могу вынести все, только не это Это слишком жестоко и несправедливо по отношению к нему Пусть у него будет счастливое детство, какое было у меня Я прошу вас позаботиться о нем Хульетта Но ребенку нужна мать Нет Потом мне будет еще труднее с ним расстаться Я хочу, чтобы вы забрали его с собой Окружили любовью и заботой Я буду привозить его с собой каждый раз, когда буду навещать тебя Нет, Феда, это будет слишком тяжело для меня Это единственное, что вы сейчас можете сделать для меня Пожалуйста, никогда не говорите ему, что его мать в тюрьме Иначе он будет считать меня убийцей Ну все, мама, мне пора Сейчас еще минутку, пожалуйста Симона Я благодарю Бога за то, что у меня есть такая подруга, как ты Никогда не сомневайся во мне Ну что ты, Хульетта, как ты можешь так думать Я знаю, что ты невиновна И никогда не отрекусь от тебя Северина Как такое могло случиться? Заботься о моем малыше, хорошо? Заботься о нем, как обо мне Сеньора Дева Можешь называть меня папой? Знаете, я бы очень хотела жить с вами, с мамой и одной семьей Хотела бы стать, наконец, вашей дочерью Я бы этого очень хотела Ты всегда будешь моей дочерью Берегите маму, хорошо? Послушай меня, девочка моя Я вызволю тебя отсюда Не знаю, как и чего это будет стоить, но я это сделаю А пока молись Будь сильной и мужественной А когда вера и надежда начнут покидать тебя Ты думай, нет У меня есть мать Которая борется за то, чтобы освободить меня Ты поняла? Да, я тебя очень люблю Я тоже тебя очень люблю Ты помнишь свою бабушку? Да Так вот, твоя бабушка Родила 19 сыновей и вырастила их всех одна И остальные женщины в нашем роду Наши бабушки и прабабушки Тоже хлебнули в жизни много горя Но ни одна из них не сломалась А ты тем более не сломаешься Ведь ты у меня сильная, умная Это ведь не похоже на укол Это очень больно Дорогая Держись, моя милая Нам пора Что ж, Феда? Устраивай свою жизнь без меня Нет, дорогая Ты моя жизнь Моя любовь Ты и ребенок Меня тоже приговорили, Хульетта Я буду ждать тебя всю жизнь, любовь моя Я буду ждать тебя, Хульетта Хульетта, девочка моя Я люблю тебя Какая трагедия Я люблю тебя, Хульетта Боже мой Пусть люди сразу увидят, что здесь есть власть, которая думает обо всем Сеньор Осторожно, не капайте на цветы, а то они погибнут от краски Марлена, ты не можешь заниматься всем? Здесь есть гораздо более серьезные проблемы, которые необходимо решать А потом площадь находится в ведении мэрии Что касается Канука, можете не беспокоиться, там все идет прекрасно Прекрасно Но сейчас я хочу, чтобы мы собрали совещание по вопросу нового рынка Когда скажете? Хорошо Я считаю, что надо открыть новый рынок, куда крестьяне будут привозить свою продукцию Что с тобой? И еще эта знаменитая черта Я хочу, чтобы ты ликвидировал эту черту между двумя соломонами Тот факт, что у нас две мэрии Должен стать благом для людей, а не наоборот Пойдем посмотрим, как идет ремонт тротуара Марлена, если ты будешь работать в таком темпе, ребенок родится прямо здесь, на площади Тогда я и его сразу заставлю работать Вот видишь, что с тобой? Что случилось? Кажется, он услышал твои слова, Сантьяго Не шути так, Марлена Как больно По-моему, у меня начинаются роды Дорогая Кажется, началось Я отведу тебя домой Тебе больно? Да Господи, Марлена, еще же слишком рано Я знаю, но, наверное, он решил не ждать Я отвезу тебя в клинику Что ты возьмешь с собой? Две ночные рубашки, тапочки и детские вещи Что с тобой, любимая? Что с тобой? Скажи Сантьяго, по-моему, уже поздно ехать в клинику Схватки все сильнее и сильнее Думаю, ребенок вот-вот родится Нет, нет, малыш, подожди, потерпи немного, потерпи, дорогая Господи, помоги мне, я пойду за врачом Нет, Сантьяго Сначала сходи за Салвенцией Я знаю, она поможет мне Приведи Салвенцией, а потом, если хочешь, иди за врачом Ты уверена, что так будет лучше? Да, да Ребенок вот-вот родится Пойдем Я помогу тебе дойти до постели, а потом пойду за Салвенцией Успокойся, успокойся, не волнуйся Нет, сначала сходи за Салвенцией Я могу позволить себе понервничать, дорогая, ведь это не мне рожать В отличие от тебя, я совершенно спокойна Давай, тушься, тушься Вот так, молодец, детка Мануэль, пойми, прошу тебя Я очень не беспокоен Точнее сказать, напуган, это более подходящее слово Я боюсь, Мануэль Брось, Сантьяго, чего ты боишься? Не волнуйся, все утряслось Все в порядке Мануэль Отец мне вполне ясно сказал Я должен окрестить девочку сразу после рождения Иначе проклятие коснется ее Почему? Потому что в нее должна перевоплотиться Сара Гутьеррес Сантьяго, нам пришлось столкнуться с фанатиками, членами сатанинской секты Одним из которых был Фульхенсио Круз Это тебе ясно? Но все уже позади Хорошо, хорошо Возможно, все происшедшее было лишь кошмаром Возможно, это было наказанием жителям Соломона за все те зверства, которые они совершили, Мануэль Но с этим проклятием необходимо покончить Пусть все дело в жителях Соломона, но это не означает, что мой отец был не в своем уме Мой отец не был сумасшедшим Сантьяго, я не хочу сказать, что все это пустяки, ведь я был свидетелем и участником всех этих событий Я просто хочу сказать, что ты не должен на этом зацикливаться Ты понимаешь, о чем я говорю? Я не зацикливаюсь, Мануэль Я лишь забочусь о своей семье и о своей дочери Ты помнишь, что это за кинжал? Да, да Тогда ты должен помнить и слова моего отца о том, что когда родится моя дочь Я либо должен немедленно окрестить ее в церкви, либо убить этим кинжалом Теперь ты понимаешь мою тревогу? Я подготовлю все для крещения Какая она красивая Господи, спасибо тебе за это чудо Правда, красавица? Конечно, красавица Моя внучка Да хранит ее Господь, Марлена Пусть она растет красивой Неужели она уже... Ну-ка Ну-ка, дайте мне посмотреть на нее Посмотри, правда она прелесть А ты как себя чувствуешь, дорогая? Немного устала, но я так счастлива Я тоже очень счастлив Марлена, я хотел попросить тебя Позволь мне сейчас же окрестить девочку Прямо сейчас, Сантьяго? Она же только что родилась Я знаю, дорогая, но... Тогда забудь об этом Давай подождем немного Мы окрестим ее, когда я смогу подняться с кровати и сама отнести ее в сад Нет, Марлена К сожалению, мы не можем ждать Девочку необходимо окрестить сейчас же Сейчас же, Марлена Почему ты так настаиваешь? Почему мы не можем подождать, как все? Давай подождем несколько дней Марлена, я должен окрестить девочку как можно раньше Но почему? В чем дело? Я не могу быть спокоен, пока не сделаю этого Мой отец говорил мне, что я должен окрестить ее как можно раньше А кто такой твой отец? При чем здесь он? Он взял с меня обещание, что я окрещу ее сразу же после рождения Нет, Сантьяго, позже Ребенок плачет, ему пора есть Теперь ты узнаешь, для чего родился на свет Эта девочка полностью изменит твою жизнь Поздравляю, Сантьяго Спасибо, Беренцехо Я вынужден оторвать тебя ненадолго Ты должен пойти со мной Побойся Бога, Беренцехо, я только что стал отцом Дело не шуточное, Сантьяго Мы должны срочно пойти в кабинет Марлена Срочно В кабинет Марлена Зачем? Ей оставили там подарочек, который мне совсем не нравится Беренцехо, скажи наконец, в чем дело, что случилось? Ты сам должен это увидеть, Сантьяго Хорошо Если Марлена будет спрашивать, скажите, что я сейчас вернусь Хорошо, сынок, не волнуйся Пойдем До свидания До свидания Она уже здесь? Пока нет, сеньора Миро Вон они, ребята Правда? Они приехали Да, это они Они приехали Что случилось? Ее не освободили, Ромеру Они отняли у нас Хульетту Судья сказала, она виновна Северина, возьми ребенка Ей дали 15 лет 15 лет Моей девочке В прежние времена Я бы нашла слова, чтобы утешить тебя Или придумала бы что-нибудь Но сейчас я не в состоянии утешить ни тебя Никого любого другого Прости меня Вставай Пойдем Кладбище Соломона Ты хочешь пойти один? Нет Я предпочитаю пойти с тобой Я привык проводить с тобой 24 часа в сутки И не хочу сейчас оставаться один Первое, что я хочу сделать здесь В Соломоне Это положить цветы На могилу моей дочери Иди сюда Ты помнишь, где находится могила Даяны? Я тогда была не в состоянии войти на похороны. Вон там. Кто эта женщина? Что это за женщина стоит возле могилы Даяны? Кто она? Не знаю. Может быть, Луиса и Лена? Нет. Луиса и Лена не из тех, кто помнит мертвых. И вряд ли она явится сюда после всего, что натворила. А другие родственники у вас есть? Нет. Если только нет. Не может быть. В чем дело? Только один человек мог прийти сюда. Кто? Моя бывшая жена, мать Даяны. Исабелла? Исабелла, это ты? Херман. Вот. Сам посмотри. Не может быть. Господи, не может быть. Фильм озвучен телекомпанией НТВ+. По заказу телесети ТНТ. Режиссер Наталья Пионова. Звукорежиссер Сергей Панов. Перевод Татьяны Манаенковой. Текст читали Любовь Германова, Александр Дик и Александр Белый. Фильм озвучен телевизорным. antes. ПОзepher Сказал Белый. Текст читает ТНТ. Режиссер Flat Espero viresDis Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok